Добрый день, дорогие друзья, с вами Forbes Казахстан, меня зовут Баттерхан Тугайбаев, мы встречаемся с вами в нашей очередной рубрике Forbes Q&A. Сегодня мы находимся в прекрасных горах в коворкинг-пространстве Tau Hub IOSI. На самом деле мы долго планировали этот разговор и сегодня у нас в гостях Ерлан Сулейменов, основатель КДЛ Олимп и новичок нашего рейтинга влиятельных. Добрый день. Добрый день, Баттерхан. Рад с вами познакомиться и вот в первую очередь хотелось бы отметить то, что ваш бизнес по сути стал бенефициаром пандемии. По разным аналитическим данным этот рынок ПЦР-тестирование, он сформировался только в прошлом году и он уже достигает 80 миллиардов долларов по всему миру и прогнозируется, по данным Vice Report прогнозируется, что в 2027 году он достигнет 170 миллиардов долларов. Расскажите, как так случилось, что вы начали развивать КДЛ Олимп? Как эта история бизнеса вообще происходила? Вот расскажите, с чего все начиналось? Мы КДЛ Олимп начали запускать в 2006 году. По практике мы получили опыт работы в других странах, то есть очень долго изучали рынки, посмотрели, как работают лаборатории в Германии, Швеции, посмотрели, как работают в России, то есть и сделали вывод, что нам нужно на рынок заходить. Сам я по специальности врач и работаю по специальности уже давно. Получил образование в Целинградской медицинской академии, так называемой. Я закончил Акунинскую медицинскую академию, то есть ее многое переименовали. Сейчас она называется Медицинский университет Астана. Должен был стать кардиологом, была такая направленность. Поступил в клиническую ординатуру, проучился терапевтов, но нам в течение этого времени поменяли специальности, сделали нас с врачами общей практики. Ну, это был такой ключевой момент, что сильно повлияло на меня, то есть я должен был определиться, что дальше делать, и пришлось дальше принимать решение, идти в дальнейшую на учебу для того, чтобы получить дополнительное экономическое образование и заняться бизнесом. Ну, то есть вы мне, помню, рассказывали при нашем первом разговоре, что у вас родители медики, и вы хотели все-таки пойти по стопам и в практике познавать медицину. Почему все-таки вот этот переход в бизнес случился? Когда был ключевой момент? Да, у меня мама врач, она сейчас на пенсии, но у нее опыт есть, организатор здравоохранения, она была главным врачом скорой помощи города Новосултана. Вот, и она меня, то есть, готовила к этой специализации, то есть специальности быть врачом. Конечно, сделала все методики необходимые для того, чтобы я потрогал медицину, посмотрел, отправлял в такие самые страшные места, то есть на приемный покой, больница, скорая медицинская помощь, я работал санитаром. Там привозили все самые сложные заболевания, острые состояния, ургентные заболевания. То есть я посмотрел, как это все происходит, и, конечно, я сказал, да, мне это интересно, давай я буду заниматься, буду поступать. И поступил в медицинский университет Астана. То есть это не история про золотого ребенка, да, то есть вы ездили со скорой помощью, да, видели какие-то там, ну, возможно, трупы, возможно, какие-то тяжелые заболевания, да? Да, это, да, это уже как бы предметно, то есть мне показали, то есть мне это заинтересовало, то есть я принял решение. Ну, сейчас я пациентами не занимаюсь. То есть я занимаюсь организацией здравоохранения, то есть и делаю так, чтобы все процессы по оказанию помощи пациентам работали. То есть это основная задача у меня. То есть это бизнес-модели, которые использую я, то есть и управление людьми, то есть и управление врачами, персоналом, то есть и организация таких процессов, чтобы все было налажено, включая логистику, то есть это тоже часть моей работы, которую просто я смотрю. Я организую процессы, вот все функции менеджера, которые необходимы, там это планирование, организация, мотивация, контроль. Ну, самое основное, четыре функции, то есть я постоянно включаю работу. Давайте перейдем к моменту открытия бизнеса. Откуда вы нашли деньги на лабораторию вообще? Потому что вы мне рассказывали, что это в целом ресурсоемкий бизнес. Туда без капитала не зайдешь. Расскажите вот об этом моменте. Ну, вопросы такие, что начало стартапа, конечно, было. То есть мы... Я занимался тем, что открывал бизнес, у меня был маленький медцентр, то есть начинал с этого. Вот. Эта работа была такая, что мы раскручивали этот процесс. Но как только лабораторию изучили хорошо, то есть у меня получилась такая информация, что начал работать с прямыми производителями медицинского оборудования лабораторного, которое в связи с тем, что было активное желание, то есть они поставили это оборудование под реагентные контракты. То есть когда ты получаешь анализаторы, тебе дают возможность на них работать бесплатно, но покупая реагенты с добавленной стоимостью, чтобы купить само железо. А сколько это тогда стоило? Ну, это мы... То есть я просил денег и взял 200 тысяч долларов. То есть это вы взяли в долг у родителей? Да. В долг не только у родителей, то есть у меня целая процедура была для того, чтобы пойти занять. Я привлекал всех. А не страшно вчерашнему медику-студенту занимать 200 тысяч долларов? Ну, тогда я не думал о таких рисках. То есть у меня был отвлечен мозг этот на риски. То есть нужно было найти деньги для того, чтобы запустить производственный процесс. И мы это сделали. В каком году прям произошло первое открытие официальное, которое можно... Первое открытие было 18 ноября 2007 года в городе Нур-Султан. Там по адресу 4031. Вы говорили, что это связано, название лимб связано с первым прибором, который у вас был. Да, то есть один из приборов назывался компанией Олимпус. Они, конечно, это подразделение продали американской компании, Backwind Culture. Но он назывался Олимпус, Япония. То есть он очень понравился нашим лаборантам, врачам-лаборантам, которые в процессе выбора, как в лабораторию назвать, они предложили, давайте назовем его Олимпус. Название понравилось, то есть мы его прикрепили, сказали, ну пусть будет Олимп. И сразу разработали логотипы, бренды, то есть миссию. Возможно, нас смотрят начинающие бизнесмены, которые интересуются сферой медуслуг или сферой лабораторных исследований. Давайте попробуем разобрать по порядку, с чего, что стоит знать предпринимателю, прежде чем заходить в этот бизнес. Когда я заходил в этот бизнес, то есть не было никакой информации. То есть у нас был налоговый консультант, который мог тебе сообщить о всех налоговых изменениях, которые тебе нужно выполнять и делать, для того, чтобы ты работал. Вот сейчас Национальная палата предпринимателей позволяет начинающим бизнесменам запустить производственный процесс свои, то есть начинать бизнес с помощью программ по обучению. Есть там очень много обучающих программ, то есть есть специальная поддержка для начинающих предпринимателей, то есть есть специальные коучи, которые обучат и проведут тренинги. И ты получишь больше информации, то есть тебе стартовать намного легче по сравнению с предыдущим периодом времени. Когда я начинал работу, то есть я получил сразу же штраф от налогового инспектора, потому что я зарегистрировался 27 октября. Я думал, ну раз 27-го зарегистрировался, то есть я за ноябрь отчет сдам в декабре. А мне нужно было за октябрь, за три дня октября сделать отчет. И после этого я пришел в новый комитет, то есть спустя месяц она мне, давай штраф тебе выпишем. Сколько выпишем? Я не помню цифры, но это было в МРП, то есть я был ошарашен. Но это стимулировало меня после этого, что с налоговым комитетом надо четко срок выполнять эти задачи. Но вы вообще ощутили на себе ту историю, когда предприниматели говорят, что на начальном этапе, какой бы там успешный ни был бизнес, его могут кошмарить. Приходить с проверками, что-то требовать, что не надо требовать. Вы с этим сталкивались? Тем более, кстати, тогда вы говорили, что рынок не был сформирован вообще. И для регуляторных органов это была новинка. Ну, что касается, видите, у меня был первый старт, я начинал функциональную диагностику заниматься. То есть это были такие маленькие приборы, которые человек носил. Я, конечно, да, то есть я их привез в Санкт-Петербург, они даже там, регистрации у них не было, в РК. То есть я выполнял эту процедуру, то есть получил медицинскую лицензию на выполнение данной деятельности. У меня все были разрешительные документы, я это все выполнял. То есть и особых требований ко мне не было, потому что я работал быстро, то есть и все требования выполнял, старался. Здесь в лабораторной диагностике по начинающим, да, то есть были такие моменты, когда мы сталкивались с тем, что меня проверяли. Но в связи с тем, что не было регуляторных механизмов, то есть у нас не было нормативного права акта по Санэпид-лабораториям, то есть мы не смогли ничего сделать, претензии ко мне предъявили. То есть фактически тогда могли появляться любые кустарные лаборатории, и никто за это не мог бы ничего спросить. Да, то есть теперь уже на этом этапе, когда мы развиты, то есть есть очень высокая конкуренция, большое количество новых технологий внедрено по лабораторной диагностике, уже прописаны нормативные права акты. Здесь намного тяжелее работать, потому что сейчас вот с введением новой технологии тебе нужно некоторые нормативные права акты менять, то есть просить, то есть вносить изменения через палату, национальную палату, чтобы Министерство здравоохранения откорректировало, то есть и мы могли нормально работать. Это уже производственный процесс другой. В ваших активах много разных. Бизнесов, но все они так или иначе связаны со сферой медуслуг. Это оборудование, это клиники, ну и в том числе и лаборатории. Вы в самом начале делали ставку на КДЛ-Олимп, или вы делали ставку на клинику? Да, мы сделали ставку на КДЛ-Олимп, то есть попробовали ее в шестом году, запустили, то есть она стрельнула. Дальше мы начали тиражироваться. Перешли в Караганду, другие регионы, то есть и там дальше процесс производственный пошел. Вот начинающим бизнесменам, которые собираются это делать, запускать свои бизнесы. То есть я порекомендую довести свой бизнес до тиражирования, чтобы можно было сделать тираж. Но для этого нужно провести работы по стандартизации производственных процессов. Нужно прописать все процедуры, которые у тебя есть внутри предприятия твоего, то есть своей деятельности, чтобы все стандарты были прописаны, то есть как ты будешь обслуживать клиента. Плюс еще рекомендую взять стандарт международный какой-нибудь, который у тебя есть, любой стандарт от твоей специальности. Вот у нас есть стандарты 115-189, которые мы взяли для того, чтобы выполнять процедуры производственные для обеспечения качества обслуживания. И мы его тоже довели до совершенства, провели аккредитацию. Но для начинающих можно сделать так, чтобы ты к нему готовился, то есть смотрел на него, то есть брал, обучался, внедрял. И уже когда ты будешь готов, ты мог взять, провести аккредитацию. То есть это очень такой мощный показатель имиджевый для того, чтобы привлечь клиентов к себе. Вот после этого тиражирования у нас все пошло. И мы дальше начали развивать другие направления бизнеса, которые у нас есть. Мы решили сделать то, что мы видим, есть свободные ниши. Это мамология, то есть проблема мамологичной железы. У меня супруга врач, она мамолог. И в связи с тем, что ее специализация напрямую связана с мамологией, это направление стало для нас следующим этапом для открытия. То есть мы это сделали, запустили. Сейчас уже работает 13 медицинских центров. Из них отдельно идет где-то порядка 7 мамологических центров, включая операционные, включая большой объем скрининговых процедур, включая обеспечение по госзаказу пациентов. Это бесплатно не приходит. И в рамках госзаказа мы их обслуживаем. Ну то есть правильно я понимаю, что вот успех Олимпа на первых порах позволил вам реинвестировать какую-то часть средств, чтобы открывать, например, клиники. Танес, по-моему, одна из них называлась. Ну первый это медцентр Танес. Да, да. Ну вот расскажите про динамику роста оборотов КДЛ Олимп. Насколько это действительно внушительные суммы были, которые позволили вам открывать другие направления? Ну мы начали с процедуры, то есть мы видели небольшие росты, обороты. Но все равно для нас это было достаточно большое. То есть мы просчитали, что средний рост годовой у нас достигал 30%. То есть мы всегда с приростом 30%. В некоторых годах у нас доходило до 50% роста, то есть за счет того, что мы осваивали рынки. Большая часть исследований переходила от государства к нам. Появлялись проекты по ГЧП, то есть это направление связано с передачей в доверительное управление, либо там на аутсорсинг, лабораторные исследования от государственных поликлиник и стационаров. И чем больше мы выполняли объемы, соответственно, тем больше доходная часть у нас остановилась. У нас прямая связь с реагентами. Если мы выполняем большое количество исследований, соответственно, производители дают больше скидки. И вот за счет вот этих скидок, то есть возможность делать рост и инвестировать в новые направления. Весь бизнес лаборатории поставили на реагентах, расходных материалах, потому что их нужно покупать. Оборудование ты можешь не покупать, но реагенты покупать обязаны. То есть фактически сейчас, сегодня у вас готова вся инфраструктура. То есть у вас налажена логистика, то есть у вас налажены поставщики медоборудования, вы являетесь дистрибутором какого-то медоборудования, и кроме того, у вас есть партнеры по реагентам. То есть вы можете полностью, скажем так, в консервированном ритме работать, не связывать с другими какими-то компаниями в Казахстане. Ну, такая позиция на рынке вас сейчас удовлетворяет? Ну, мы пришли к тому, что мы работаем по международным стандартам и в рамках международной практики. Все крупные игроки, сетевые лаборатории, работают именно по такому стандарту. И все производители настроены на то, чтобы работать с такими сетевыми лабораториями под таким правилом. Вот, ты получаешь оборудование, тебе поставляют реагенты. Стабильно, по графику. То есть мы логистику настроили. То есть у нас прямые контракты, да, действительно, с крупными игроками, с мировыми брендами. Ну, такие как Рош, Эббот, там, Бэтмен Культер, Сисмекс, ну, еще там очень большая линейка производителей, включая французов, американцев, даже китайцев. Китайцы тоже очень хорошо работают и производят очень хорошие по линейкам своего качества оборудования и реагенты. Вот теперь перейдем к текущему году, да, вот мы немного разобрались, как ваш бизнес развивался. И мне очень интересно, как так случилось, что КДЛ Олимп стал одним из первых лабораторий, которые начали делать ПЦР-тесты в Казахстане. Как я уже говорил про Китай, у нас есть линейка китайской оборудования, которую мы используем. Это оборудование для производства, для диагностики мочи, то есть дыхательные тесты. Мы своих инженеров в январе месяце 2020 года планировали отправить на обучение в Китай. Но они, увидев ситуацию, инженера китайские, которые сообщили, что там есть уханьский вирус под названием COVID, даже его обозначили. То есть и возможность приехать нельзя, невозможно, и есть очень высокий риск, что вы можете заразиться, лучше расставаться. А это когда они сказали вам? Январь 2020 года. То есть еще до этой всей массовой истории? Да, январь 2020 года. То есть и мы сработали, сразу механизм сработал у всех. Что происходит? Мы получали массовую информацию со всех источников, посмотрели, как работают наши коллеги, такие же, то есть сетевые лаборатории в Европе, в Китае, как у нас в России сработало все. То есть они начали работать на то, чтобы открывать ПЦР-лабораторию для выполнения тестов на COVID. Мы, соответственно, еще тоже такие же мероприятия начали проводить. Кроме этого, к нам обратился Минздрав. Не только к нам, то есть обратился ко всем лабораториям, которые выполняют ПЦР-тестирование. Но Минздрав к вам обратился уже после того, как вы эту историю узнали, когда вы начали готовиться. Мы начали готовиться, мы начали задавать вопросы, мы начали сбрасывать информацию о том, что частные лаборатории начали участвовать в выполнении COVID. Соответственно, они отреагировали, то есть попросили все лаборатории, которые присутствуют на рынке, прийти на совещание и попросили нас выполнять данные тесты COVID. Соответственно, мы отреагировали, попросили их, чтобы на существующих лабораториях у нас есть там лабораторий ПЦР, который выполняет в режиме 3-4 групп патогенности, чтобы нам разрешения эти дали, документальные. На что они пошли навстречу и дали всем лабораториям, кто согласился. Вот такие разрешения. Мы начали первое тестирование и начали первый запуск. А почему мы оказались немножко в лидерах? Потому что некоторые лаборатории, с учетом того, что на них сильно влияли сотрудники, которые начали бояться, побояться, много информации уже не было полноценной. Больше было страхов у них. То есть они немножко отступили, сказали, мы подождем, мы не будем приступать. Но мы не остановились и просто начали активно работать. Но правильно ли понимать, что больше инициатив было от рынка все-таки? То есть от топовых представителей лабораторных сетей? Да, то есть мы активно участвовали, потому что нам пришлось разрабатывать даже нормативно-правы акты, предложения. То есть мы начали формировать предложения, передавать их министерство здравоохранения и постановление главного санитарного врача, то есть они начали вноситься в норматив. Вот. Мы участвовали в разработке специальных мобильных процедурных кабинетов. Сейчас мобильный процедурный кабинет тоже активно используют конкуренты. То есть это такая, на базе 20-футового контейнера мы их сформировали для того, чтобы все процессы по забору биоматериала пациента были правильно и не нарушены. Они быстрые, да. То есть таких процедурных кабинетов мы по многим регионам поставили большое количество. Кроме этого, мы были вынуждены сделать модульные ПЦР-лаборатории, отдельно стоящие, которые позволяют изолированно выполнять процедуры ПЦР. Это тоже было внедрение. Кроме этого, мы сделали много внедрений по новым технологиям, потому что до сих пор сейчас, вот до сих пор мы уже запустили ПЦР-тестирование, мы сегодня новые технологии по ПЦР-тестированию у себя тестируем, разрабатываем, чтобы опять внедрить на территорию Республики Казахстан. Потому что ковид дает много работы для всех. И он мутирует. Он мутирует. Мы не знаем, какие последствия будут через 2-3 года отдаленные, какие будут заболевания, связанные с этим ковидом. Если внедрение будет вакцинация, но она уже идет активно, то есть с разными вакцинами, производителями, как будет реагировать иммунная система, то есть какие последствия могут быть. Могут развиваться аутоиммунные заболевания, некоторые вещи. И это все стимулирует тому, что мы внедряем новую технологию. Когда вы сделали первый ПЦР-тест, и такой больной вопрос, почему так дорого? Крайне дорого были первые тесты. Да, то есть в этот момент, когда мы подготовились и запустили, очень были нехорошие условия для нас. Был самый высокий курс доллара. Тенген высокий. Девольнулся, да. Он девольнулся. Там была самая высокая цифра, которая после этого пошла на низ, вниз, и мы это видели. Был очень сильный дефицит реагентов от производителей. Была большая очередь. Была сложнейшая логистика. То есть мы свой товар очень долго ждали, потому что мы там из Китая, да. Были проблемы с пластиком. То есть если нужно было его купить, нам нужно было купить его в два раза дороже. Поэтому вот эта вся стоимость легла на себестоимость данного первого теста. Но после того, как мы получили новые цены, то есть мы получили новую партию уже по другим ценам, то есть мы смело смогли сделать изменения. И каждый день на сегодня происходит такая ситуация, что очень много производителей начинают производить ковидные тесты разного типа. Я знаю всех производителей. Вот все, с кем мы работаем, у каждого теперь есть тест на ковид. У каждого производителя. То есть и нам сейчас предлагают пачками. Соответственно, цена падает. Позволяет нам сделать цену более доступную для населения. То есть вот вы видите, то есть последние изменения, которые есть. Вы шесть лет назад говорили в интервью «Хабара-24», что с вами конкурирует госсектор здравоохранения, который не хочет отдавать этот лакомый кусочек. Хотите сказать, что сегодня из-за пандемии что-то поменялось? Например, в рамках отношений ваших с Минздравом. Я не говорю о личных, я говорю о коммерческих отношениях. То есть вы сейчас с Минздравом в каких отношениях? Мы участники рынка. То есть мы работаем на таких же основах, как и госсектор. То есть нас признали, то есть мы получили все разрешительные документы, и мы выполняем государственный заказ. То есть выполняем госзаказ для населения, население получает услуги бесплатно. Доля рынка дошла до такого уровня, что мы 50% объема выполняем для госсектора. 50%. То есть 50% это ритейл, то есть это те платные процедурные кабинеты, которых у нас на сегодняшний день уже 400. То есть мы перешли на то, что доля будет расти государственного объема. Потому что страховая медицина сделала свои корректировки. То есть люди начали платить со своего кармана, то есть работодатель тоже платит за страховую медицину. И пациенты начинают требовать свои тесты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках СМС, вот именно страховой медицины. А были ли трудности какие-то в коммуникации с Минздравом вот в критические мартовские месяцы, когда, ну, на самом деле была хаотичная обстановка, никто толком не понимал, что делать, какие нормы разрабатывать, как вводить эти ПЦР-тесты, у кого их заказывают? Трудностей не было. Мы договорились о том, что мы выполняем исследования. Ихняя задача была, чтобы мы максимальное количество тестов начали выполнять, чтобы была доступность. Вот в этот период времени Национальный центр экспертизы, санэпидэкспертизы, имел свои лаборатории, но имел прямые проблемы с поставками. Там логистика была нарушена, не всегда они получали расходные материалы. То есть и когда мы запустились, это было, то есть достаточно сильное влияние. То есть мы помогли государству, то есть дело так, что часть объема начали выполнять. Для госсектора и для въезжающих там часть сектора мы покрыли. Трудности были с местными акимами, которые там нас вызывали чуть ли не каждый день на совещание, то есть спрашивали у нас отчеты, то есть все ли у нас в порядке, то есть объемы справляемся, не справляемся. Вот это была некоторая ситуация, даже давление, то есть доходило до казусов, связанное с тем, что неправильная информация подавалась им про нас. Вот. И нас пытались ругать. Ну что мы, почему не выполняем объем исследования? То есть наша мощность была заявлена такая, то есть по факту меньше. То есть по факту мы выполняли тот же объем, который заявили, но подача информации была разная. Поэтому приходилось напрямую встречаться прям в зуме, с акимами, там городов, там городов Алматы, городов Астаны, общаться, разговаривать и рассказывать информацию о нашей работе. Поговорим сейчас по немного форбсовской теме, по показателям финансовым. В 2019 году я уверен, что вы были меньше гораздо. Как за пандемию вы выросли? И в количестве лабораторий, и в обороте компании? Расскажите об этом. Ну, ковид на нас сильно повлиял. То есть у нас в период локдауна, то есть произошли изменения, связанные не в лучшую сторону, связанные с тем, что поликлиники были закрыты, доктора были ограничены, пациенты взаимодействовали путем телекоммуникации с мессенджерами, либо ватсапы, связь. И направление резко снизилось. То есть мы получили такой объем, что закупленные реагенты у нас ушли на просрочку, мы потеряли большой объем реагентов. То есть вот это тоже был такой период, когда ты по плану закупаешь, и потом ты не можешь их использовать, потому что реагент не принимается на борт. Это большой минус был? Ну, это существенный минус для нас был. Но в связи с тем, что мы запустились на ковид, мы смогли компенсировать все затраты, которые мы потеряли на... И вышли, конечно, то есть прирост он двукратный. Если мы 30% растли, то сейчас прирост показал 60%. А если в цифрах, чтобы такой дзынь здесь, цифра появилась какая-то? Ну, цифру не могу сказать пока сейчас, не могу вспомнить. То есть это эти объемы. То есть они достаточны. То есть, как некоторые по ощущениям говорят, то есть их достаточно для того, чтобы показать, что мы действительно... Ну, мне, кстати, эксперты говорили, когда я готовился к интервью, что рост мог достигать от 150%. Ну, мы достигли 60%. То есть сейчас у нас нормально идет прирост, то есть по плану, который мы запланировали, то есть обеспеченный. Сейчас сработал механизм компенсации, связан с тем, что тесты, которые недополучило население в локдаун, они начали в срочном порядке получать сейчас. И у нас рост других тестов тоже прирост. Но я думаю, это тоже связано с тем, что нас пропиаривают очень хорошо. И журналисты в том числе. За счет того, что начали оговорить наши цены, то есть, что мы по высокой цене продаем. Там какие-то связки с Министерством здравоохранения тоже, Шумиха, Хабар. Ну, такой прошел, что у нас там лоббировали наши интересы. Это необоснованно. Это необоснованно. То есть, это... Мы работаем, мы выполняем свою работу. И вот недавно, то есть, у нас тоже есть специалисты, то есть, как называемые, блогеры, то есть, которые громко прокричали, что мы там виноваты в чем-то. На самом деле, то есть, после нашего с ним разговора, то есть, он сказал, что я просто посты сейчас убрать не могу. Ну, они уже, то есть, они бы были... Их перепостили, как другие журналисты. Поэтому пусть остается. Ну, хорошо, но в следующий раз, если будете писать, спросите у меня, то есть, я вам все четко расскажу, как это было. На самом деле, вы выслушайте мое мнение. То есть, писать без сообщения с непосредственным, с руководителем Олимпы, это неправильно. То есть, лучше, лучше, как бы, правильно сделать. Но за счет этого произошла реклама. То есть, люди начали узнавать о нас больше. Черный пиар тоже пиар. Это тоже пиар. То есть, сейчас люди, конечно, в рамках ковида заботятся о своем здоровье, потому что некоторые, кто перенес ковид, они почувствовали, что организм, то есть, начал давать сбои. И начали активно мониторить свое здоровье. То есть, они стали часто сдавать анализы, показатели, смотрят, мерят. Вот, и таких людей становится все больше. То есть, тем более, спортивный образ жизни, то есть, забота о здоровье позволяет людям, то есть, как бы, смотреть за своим здоровьем, мониторить эти параметры. Таких людей становится больше. То есть, и не только у нас, и у наших конкурентов прямой рост. Прямой рост идет, и мы видим, что этот рынок будет еще расти. Получается, за год пришло как минимум более миллиона новых клиентов, которые делали ПЦР-тесты, и при этом часть из них осталась клиентами КДЛ Олимпа, которые регулярно делают какие-то тесты, и вы вот еще и на них сейчас, скажем так, зарабатываете, по сути. Да, мы предоставляем услугу клиенту такую, чтобы он мог к нам вернуться. То есть, это основная задача, потому что сейчас потребность рынка какая, то есть, ковиде, не только забота о своем здоровье, но и поездки. То есть, сейчас открылся рынок, очень много стран, которые теряли туристов, они вынуждены сейчас создать условия для того, чтобы наши туристы к ним поехали. И мы видим тенденцию, что кому-то нужно зарубежь, очень много поездок, выездов. То есть, и вот именно эти пациенты сейчас дают на ПЦР для того, чтобы поехать. Кроме этого, уже сочились требования при переговорах. То есть, у нас есть там партнеры, которые требуют обязательно ковид-тесты для того, чтобы поговорить с кем-то, пообщаться в режиме оффлайн. И есть госорганы, которые выставляют требования обязательно. То есть, если ты хочешь прийти на прием, пожалуйста. То есть, у таких тоже много требований, которые выставляют и госорганы. И приходится людям сдавать. То есть, это расходы их нет. То есть, конечно. Да, вы вот отмечали про вот этот вот, там, какую-то инсинуацию, связанную с блогерами, да, с какими-то постами. Но, с другой стороны, как вы думаете, может ли это быть все-таки обоснованно с той точки зрения, что вы работали в системе Минздрава? Ну, это было у меня давно, потому что мы 14 лет, как уже на рынке. То есть, соответственно, все, что там было связано, то есть, это было давным-давно-давно. Ну, разве нет такого там, бакея, мы вместе работали, такого? Нет, мы это не используем. То есть, мы сейчас перешли. То есть, у нас очень много интересных моментов, связанных с тем, что к нам выставляют требования все наши производители изделий медназначения, реагентов, оборудования. То есть, мы с ними проходим жесткие требования по комплайнсу. То есть, ихние требования переходят на нас, и мы эти требования выполняем. Минздрав к вам относится как к подчиненному или как к партнеру? У нас нет отношений с Минздравом. Ну, они все равно есть. Они есть, так иначе они существуют. Существует, что мы участники рынка. То есть, обычный участник рынка. То есть, с нами, конечно, нужно считаться, потому что доля, мы лидеры. Сколько? Лидеры в лабораторной диагностике у нас, ну, порядка 35% на сегодняшний день. То есть, мы лидеры. То есть, по количеству выполняемых исследований, то есть, по все, что мы делаем, то есть, по количеству контактов, они смотрят на нас. Новые технологии внедряем, они смотрят на нас. Соответственно, и требования вставляются к нам такие же. То есть, что мы должны в рамках госзаказа выполнять и отчитываться, как и все лечебные организации. То есть, мы обычный участник рынка. Вы вакцинировались? Я нет. Я в июне месяце 2020 года переболел ковидом. То есть, в связи с тем, что у меня была активная работа, то есть, и мы контактировали, то есть, и мы переболели. Антитела еще есть? Антитела есть, я за ними слежу. Они, бывает, растут. Это говорит о том, что я с кем-то контактировал, возможно. Как и обороты компании, между прочим. Знаете, про вакцинирование очень интересно поговорить с той точки зрения, что сейчас вот на мировом рынке очень много разных компаний, которые эту вакцину делают, и они находятся на разных этапах верификации этой вакцины. Расскажите о том, будет ли КДЛ Олимп, будут ли ваши компании заниматься коммерческой вакцинацией. Ну, то есть, Цой сейчас сказал, что пока нет. Но этот вопрос на контроле. Как вы сейчас, Минздрав на этот счет, ну, о чем вы говорите? Мы на сегодняшний день пока вакцинацией не занимаемся, то есть, наша задача в другом. Готовить пациентов к тестированию, для того, чтобы определять, то есть, будет, есть ли у него антитела, нужно ему ли вакцинироваться. Если он вакцинировался, есть ли у него антитела на вакцину. То есть, это наша такая работа. Что касается вакцинирования, то есть, я в целом свою позицию выскажу. То есть, она у меня простая. То есть, если есть вакцины, нужно их вакцинировать. То есть, я сторонник вакцинации для того, чтобы защитить население и сделать иммунизацию, довести иммунизацию до 80%. Это позволяет сделать вакцинация. То есть, очень серьезный инструмент, который регулирует именно заболеваемость. Он позволит снизить ее и сделать так, чтобы, если, например, после вакцинации человек даже заболеет, такое тоже возможно. То есть, он перенесет ее без осложнений. Это позволит любым там незащищенным, то есть, или там есть рискованная группа населения, которые болеют хроническими заболеваниями, то есть, или имеют старшую возрастную группу, заболеть. То есть, и они могут, они в зоне риска находятся. Вот для них, в первую очередь, вакцинация нужна. Я бы построил отношения такие, что если пациент перенес ковид, то ему вакцинацию лучше сделать через год. То есть, но вакцинироваться, если это потребуется, в зависимости от эпидситуации. Вот. А сделать именно тем, кто не перенес заболевания. То есть, им нужно в первую очередь, и их нужно вот тотально всех вакцинировать. Это такая вот рекомендация, то есть, ну, которую я думаю, что она вот позволит, во-первых, сэкономить деньги, потому что количество переболевших очень большое. И позволит быстрее остановить данную процедуру, то есть, распространение ковида в стране. Но коммерциализация неминуема? Вакцинация. Я думаю, государство продолжит закупать вакцины. На сегодняшний день, как бы, у нас есть пока один производитель вакцин. Вот. Но по международной... Про спутник. Да, спутник. То есть, мы закупаем часть, и сейчас карганинский фармкомбинат, он завод, да, он производит вакцину. То есть, он, конечно, ее фасует, он формирует, но это его задача, то есть, и поставляет потом на рынок. Я считаю, что для любых вот таких проектов, связанных, когда вот запускается какой-то проект, нужно минимум два игрока, чтобы было. То есть, правила рынка должны быть такие, что... Конечно, конкуренция давна. Не менее двух, потому что если один игрок по каким-то причинам не сможет себе поставить расходный материал, какую-то важную деталь химическую... То общественное здравоохранение превратится. То он может остановиться. То есть, это очень так, не ложить яйца в одну корзину, то есть, тоже есть правила. Лучше поставить два игрока. Может быть, там, третьего игрока поставить со стороны, чтобы он готовился к объему со стороны. То есть, это позволит регулировать рынок и обеспечить всех расходными материалами, то есть, в целом, вакциной для того, чтобы можно было вакцинировать. А вы бы сам, как человек, с опытом хотели бы зайти в этот рынок? Он, конечно, привлекательный. То есть, в период пандемии, то есть, с учетом того, что мы имеем сеть, что у нас составит там более трех тысяч сотрудников и медсестер, то есть, есть процедурные кабинеты. Мы, конечно, можем помочь, поучаствовать в выполнении данных вакцинации. Но вы готовы к производству? Нет, производство... Ну, именно если спутник, как в Караганде... Если нам дадут вакцины, да, мы приготовимся. У нас есть медицинский центр Ди Вера, то есть, у них есть уже первые этапы. Там осталось немножко доработать, и мы сможем, да, конечно, участвовать в данной процедуре. Но вы же вот в соцсети читаете, и вы вот конъюнктуру, которая складывается вокруг Карагандинского завода, вы примерно понимаете, да, что люди задаются вопросом, где она, вакцина эта, оттуда. Если господин Тукаев запрашивает вакцину у президента. Ну, это их не тонкости производственные. То есть, я не могу по ним четко сказать, потому что не владею полной информацией. То есть, делать не могу. Но по плану стоял один миллион доз в апреле месяце. И для того, чтобы один миллион доз выполнить, достаточно большое количество населения делать, нужно обслуживать. Соответственно, потребуются ресурсы не только государственных органов, но и, думаю, частных. Поэтому, если пересмотрят они позицию свою в Министерстве здравоохранения и привлекут частников для выполнения прививок, то есть, это будет такое хорошее подспорье для того, чтобы больше охватить население. То есть, это будут быстрые темпы вакцинации в целом. Я сейчас не буду своего мнения высказывать. Я вот просто расскажу о том, на какие комментарии я натыкаюсь, когда речь идет о Минздраве. Тем более, вы там работали, хоть и давно. Многие говорят, что там все время был какой-то бардак. Вы когда там работали, и сейчас, когда вы видите их работу, как можете оценить динамику? Замечания, конечно, есть. Мы замечания видим по нормативно-правым актам, по действиям, по принятию решения. Неслаженность работы, как они это сделают. Они диктуют политику системы здравоохранения, то есть, они формируют нормативно-правые акты. И это основная задача, конечно. Есть моменты, где нужно усилить работу именно в кадровом потенциале, потому что есть ключевые звенья. Ядро Министерства здравоохранения, которое занимается лечебной работой, и оно достаточно сильно проседает. И вот это ядро именно лечебного отдела нужно усилить. То есть, ну, это кадрово нужно сделать так, чтобы были более профессиональные люди. Рубрика «Три совета Цою». Что вы можете посоветовать нынешнему министру здравоохранения? Я советую... Я понимаю, что должность стратегическая. То есть, у него должность стратегическая, да. У него очень высокая ответственность. Тем более, он пришел в период именно ковида, где нужно разруливать именно большие объемы, большую работу проводить для того, чтобы сделать так, чтобы наша пандемия превратилась в обычный очаг и исчезла. Я бы, конечно, советовал следующее. То есть, основной такой совет использовать потенциал рынка, который есть на сегодняшний день. Используем частную структуру. То есть, это вот не ограничивать частников, а привлечь их к работе. То есть, мы слаженно отработаем. Если будет интересно, мы, конечно, сделаем большой объем работы и поможем системе здравоохранения. Не надо нас отстранять в сторону, а привлекать, наоборот, к работе. Вот. Я считаю, что нужно отрабатывать механизм по внедрению и приватизации системы здравоохранения. То есть, вот, например, по эффективности управления частная структура намного эффективнее будет работать, чем государственная. Я вижу это, потому что вот мы по опыту мы приватизировали две поликлиники. Одну поликлинику в Павлодаре, другую в Таразе. И в сравнении с государственной поликлиникой, то есть, у нас остается больше денег для того, чтобы инвестировать в дальнейшие проекты. Классика рынка. Государственное предприятие работает с ноль. Ее основная задача 100% освоить бюджетные деньги, то есть, и как они их потратят, то есть, на зарплаты, то есть, еще на какие-то вещи. То есть, это менее эффективная процедура. Поэтому частник лучше делает, чем государство. И нужно привлекать нас для того, чтобы мы работали. Это приватизация, передача в доверительное управление государственных фондов. Это основная задача для того, чтобы снизить элементы и коррупции, то есть, и увеличить эффективность системы здравоохранения. То есть, я думаю, эти два совета, наверное, самые лучшие на сегодняшний день. Третьего не будет. Окей. Вы отметили коррупцию. Как часто сталкиваетесь с ней? У нас в системе, в нашей системе, настроена работа так, чтобы избежать все элементы коррупции. Все, что мы должны делать, мы должны делать прозрачно. То есть, все налоги, которые должны проводиться, должны быть четко оплачены. То есть, механизмы, которые мы внедряем, бывает такая ситуация, когда возникает работа с госорганом по выполнению госзаказа. У нас бывают тарифы завышенные. То есть, если мы выполняем тариф по высокой цене, мы видим, что наша себестоимость намного ниже. Мы эти деньги возвращаем государству. За счет варианта отправки к кэшбэкам. То есть, это официальный договор по возврату денежных средств. И вот возникают некоторые вопросы от чиновников, наших главных врачей. Как бы нам эту сумму вернуть? Мы говорим, нет. У нас есть золотые правила, которые позволяют нам только предприятию возвратить деньги. То есть, мы соблюдаем комплейнс. А если про бытовую коррупцию? То есть, когда, знаете, может быть, были истории, когда приходили в лабораторию и просили сделать какую-то справочку за деньги. Были такие случаи? У нас это происходит. И нас, если вы знаете, нас очень часто подделывают. Именно наши бланки с ковидом. Мы очень серьезно построены за счет того, что мы включили систему механизма. Лабораторная информационная система не позволяет делать вещи, связанные с подделкой документов. Это очень тяжело. Если эти факты выявляют, мы сразу проводим расследование под передачей в уголовные дела. Но мы это пресекаем. Вернемся к вакцине немного. Мне, как дилетанту абсолютно в вопросах вакцинирования, которые знают всю информацию из интернета. Мне хочется понимать, рано ли сегодня вакцинироваться, когда вирус по всему миру мутирует и даже говорят о том, что появился какой-то алма-атинский штамм вируса? Основная часть вируса не меняется. То есть меняются его частичные структуры, по которым их определяют. Названия дают. Разные названия, которые зависят от того, в каком регионе произошла мутация. И если эта мутация присутствует в населении в большем объеме, то есть можно дать присвоение алматинскому мутации вируса. Но ядро остается тоже. И когда разрабатывается вакцина, используется конкретное ядро этого вируса. То есть оно используется для вакцинации. Окей. А вот то, что говорят о казахстанской вакцине, которая разрабатывается в бывшей лаборатории, где химоружие делали, вы в нее верите? Я знаю очень много вакцин, произведенных. То есть у нас есть партнерские отношения с компанией Тестген. Они тоже разработали вакцину. У нас тоже есть вакцина, то есть МРНК. То есть это модифицированная РНК, то есть цепочка синтезированная. То есть ее можно тоже внедрить. Такую же технологию используют другие производители. Поэтому все вакцины работают, но основная задача в том, что они должны пройти все клинические испытания. Если доклинические пройденные, клинические пройденные испытания, то можно ее внедрять и использовать. Конечно, я верю. То есть это позволяет нам сберечь население. Иван Мельцевич, зачем вы пошли на премерис? У меня есть спортивный дух, который бывает позволяет мне быстро двигаться. То есть я решил попробовать это направление премерис, как оно выглядит, что можно с ним делать, потому что это новое направление премерис. Это не те классические выборы, которые были раньше, то есть это уже другой механизм. Для того, чтобы понять, как он работает, нужно в него нырнуть, оценить, изучить, посмотреть, возглавить или как-то сделать по-другому и оценить. Вот, я пошел померить свои силы, то есть повысить узнаваемость меня лично, потому что мне это нужно было. То есть уже настал момент, когда я могу свои усилия, то есть как личного бренда, развить свой личный бренд. И мне это нужно было для того, чтобы тоже попробовать померить силы. Но с другой стороны, у вас есть должность в НПП «Атомикен», которая все-таки имеет влияние. Вы можете помогать бизнесу, вводя какие-то инициативы. И, в принципе, для хорошего казахстанского бизнесмена, возможно, это было бы и достаточно иметь такой механизм. Ну, по «Праймерис» я это оценил. То есть я оценил свои возможности в «Праймерисе». Я посмотрел, что такое «Праймерис». Я посмотрел, с какими проблемами я буду сталкиваться. То есть я принял решение, что по результатам «Праймерис» я остановлюсь и буду дальше работать в этом направлении. Я лицо беспристрастное. Я отношусь одинаково ко всем. Но давайте поговорим про чувство несправедливости. Смотрите, вы казахстанский бизнесмен. Можно сказать, что вы помогаете людям, потому что ваши лаборатории помогают людям распознать, какие заболевания у них есть. У вас большой опыт. Вы работали в Минздраве. У вас большие связи. Но депутатом стали не вы, а молодой Мадья Ахметов, мой ровесник условно. Просто абстрактный пример. Нет чувства несправедливости. Почему именно так? Почему 25-летний бывший студент оказывается депутатом, который вершит какие-то законотворческие вопросы, а вы нет? У меня чувство несправедливости здесь не сработало. Здесь нормальный механизм. То есть выбор из сильнейшего. То есть все прошло. То есть я понимал, на что я иду. Поэтому, когда праймерис произошел, то есть я был рад очень, что я дальше не прошел. Потому что какие усилия нужно будет применять для работы именно депутатом. Это высокая ответственность. Это много социальных проблем. Это разные слои населения, которые тебе будут обращаться. Это нужно решать те проблемы, которые выходят за грани бизнеса моего. И здесь, конечно, будет отвлекаться максимальное количество энергии, ресурсов твоих личных для того, чтобы здесь участвовать. Я понял, что это рано для меня. Рано? То есть вы не закрываете двери? Нет, не закрываю. Я просто оценил, что я могу это делать. Я знаю, над чем работать. Я знаю, какие следующие шаги я буду делать. Ну, еще будете пробовать. Конечно. Ну, в заключении поговорим про текущую обстановку в Казахстане, связанную с ковидом. Как вы ее оцениваете и что вы прогнозируете в ближайшее время? Ну, сейчас идет рост заболеваемости. Очень высокие эти показатели мы видим по выполнению лабораторных исследований. У нас, во-первых, выросло количество исследований и выросла выявляемость. Ну, взять вот Алмату, по Алмате прирост из объема, который мы выполняем, то есть вот где-то в среднем 14% положительных, позитивных. Если до этого было там 6-7%, там еще ниже было 3%, то сейчас 14%. Это высокая заболеваемость. Это говорит о том, что на сегодняшний день люди стали более активно общаться и друг друга заражать. И здесь надо постараться каждому человеку все-таки соблюдать стандартные процедуры, которые у нас есть. Маски, обработка рук, режим общения, то есть сделать так, чтобы меньше контактов было. И тогда мы сможем немножко прекратить риски, что пациенты, которые у нас находятся в зоне риска, и они заболеют, что они могут получить очень серьезные осложнения. Вот, рост идет. Ну, меня очень часто спрашивают, пишут, Баттер, спроси, Баттер, спроси. Сколько вы зарабатываете? Ну, мне достаточно. То есть достаточно денег для того, чтобы... Я получаю зарплату. У меня есть зарплата по трем предприятиям. Ну, от. Давайте от. Ну, достаточно денег просто. Если буду афишировать, будет некорректно. А с другой стороны, если будете афишировать, молодой предприниматель подумает, блин, слушайте, может реально заняться этим бизнесом? Смотрите, какой бизнесмен влиятельный. Ну, если я скажу, что у меня есть зарплата, что у меня есть получение доходов по авторским правам, то есть это тоже доходная часть. И у меня еще есть пленник в конце года дивидендов по результатам деятельности предприятия. То есть это будет интересно для каждого предпринимателя, то есть иметь доход. Ну, все предприниматели работают для того, чтобы получать прибыль. Они должны делать так, чтобы им хватало, то есть на развитие, на жизнь, на семью, да и на дальнейшее вложение. То есть это основной принцип. Основной принцип. Принцип получить свободу. То есть принцип такой, чтобы у тебя была свобода на перемещение, на движение. То есть у бизнесмена такая ответственность. Он работает 24 часа, он отвечает за все, отвечает головой за все. Так что у него всегда есть риски. И эти риски должны окупаться. Вы наш список богатейших читали? Конечно. Рано еще вам? Мне рано, да. Еще рано. Насколько? Наш бизнес не такой, как недра Казахстана. То есть мы не сидим на источниках, которые у нас есть, а другое направление. Но если будем активно развиваться, новые технологии внедрять, я вкладываюсь в новые направления, то есть разработки новых ПЦР-тестов, вкладываюсь в новые технологии, поэтому они как ноу-хау должны стрельнуть. И это будет другой разговор, когда мы с вами встретимся, я думаю. С вами был основатель КДЛ Олимп, Ирланд Сулейменов и журналист Forbes Казахстан Батархан Террибаев. Читайте Forbes Казахстан, смотрите Forbes Казахстан и подписывайтесь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok